Мы долго думали, что же показать в знакомом сюжете. Ну, просто мы-то обычные родители, и для нас знакомый сюжет вот это. Сегодня под дождем гуляем только мы и голуби. Короче, решили показывать сюжет знакомый не вам, а знакомый нашему Вовке. В общем, смотрим знакомый сюжет «Вова во дворе». Сразу объясню, Вову играет Сережа, потому что Вова не выучил слова. Не, ну, может, конечно, и выучил, но сказать их пока не может. Смотрим. Вот все же в детстве гоняли голубей. Мне вообще кажется, что ребенок рождается с тремя рефлексами. Сосательный, хватательный и голубегонятельный. И вот он нашел палку. Автомат, саблю, руль от мотоцикла, лук, лошадку. Да, нам эта шутка, конечно, лучше бы подошла. Да, Александр Васильевич? Вот она, первая встреча с сыном маминой подруги. Открою вам секрет. Сын маминой подруги меня тоже бесит. Ну, конечно, не так сильно, как мама сына маминой подруги. Этого ребенка играет Илья, потому что они примерно на одном уровне развития. Ну, естественно, из-за палки разгорается конфликт. Ну, тут все логично. Любое американское, даже игрушечное оружие, просто меркнет на фоне отечественного тополя. Илюша, сынок. Так, ну-ка быстро домой. Мы, мамы, называем это изгнание из рая. Ну, это когда тебя забирают оттуда, где весело, туда, где суп. У-у-у. Ну и, конечно же, какая прогулка без купания в луже. Вот это зрелище не для слабонервных. Но важно помнить одно. Одежда отстирается, лицо отмоется. А вот смешной видосик, которым вы достанете всех своих родственников, останется с вами навсегда. Опа. Да, это должно было случиться. А перед игрой мы наблюдали за людьми, которые приехали на КВН. На дорогих машинах, красивых костюмах, платьях, с украшениями. Слушайте, а ведь когда-то для счастья вам было достаточно палки, лужи и голубей. Семейной штучки спасибо. Я за тебя умру. Посмотри, глаза мне я. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!